Назад! Внимаем! Марш! В спортивном комплексе «Старт» состоялся второй муниципальный этап спартакиады под названием «Старты надежды-2016». В ловкости и быстроте между собой соревновались семь команд детских садов города. Это «Глория», «Аленка», «Золотой ключик», «Одуванчик», «Теремок» и «Дружба», в состав которых входили дети дошкольного старшего возраста. Индивидуальная форма и эмблема на груди отличала участников соревнований друг от друга. Сегодня здесь участвуют лучшие из лучших. Мы искренне болеем за каждого ребенка. Очень рады, что сегодня мощная поддержка со стороны родителей, воспитателей, руководителей дошкольных образовательных учреждений. Это истинно детский, хороший, здоровый праздник. У каждой команды был свой судья. Он следил за точностью участия в эстафетах и фиксировал результаты. Главный судья, замдиректора ДИСШа номер 3 Владимир Михайлович Сосунов следил, чтобы участники соревнований не нарушали правила и в противном случае снижал баллы. Болельщики активно поддерживали спортсменов. Участвуя в эстафетах, юным спортсменам потребовалась не только выносливость, но и меткость. Конкурс капитанов стал этому подтверждением. Сколько мячей окажется в воротах, столько и получит команда баллов. Однако этот конкурс решили переиграть, так как болельщики подали протест и судьи разошлись во мнениях. Последняя решающая эстафета с препятствиями поставила окончательную точку в результатах. Пока судьи подсчитывали баллы и определяли победителей, перед участниками и болельщиками соревнований выступили учащиеся от Центра развития творчества детей и юношества. Глядя на героя спартакиады, понимаешь, что эстафеты их совсем не утомили. И вот кульминационный момент – оглашение победителей. Третье место завоевала команда детского сада «Дружба». Второе – «Золотой ключик». И на первом месте пьедестала оказалась команда детского сада «Журавушка». Призы и грамоты предоставила администрация города. Мы сегодня лишний раз убеждаемся, что очень важно с малых лет формировать у наших детей здоровое отношение к жизни, активный образ жизни и занятия физической культурой и спортом. Какие новые спортивные залы появляются. Все детские сады обеспечены у нас спортивным инвентарем. То есть занимаемся активно с детьми, делаем все для того, чтобы они росли здоровыми. Продолжение следует...